8 глава Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие парализованные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе. 9. Находился же в городе некий муж по имени Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ Самарийский, выдавая себя за какого-то великого. 10. Ему внимали все, от малого до большого, говоря, это великая сила Божия. А внимали ему потому, что он немало время изумлял их волхвованиями. 11. Но когда поверили Филиппу, благоествующему о Царстве Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. 12. Уверовал и сам Симон. И крестившись, не отходил от Филиппа. И, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. 13. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. 14. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. 15. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. 15. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских дается Дух Святой, принес им деньги, говоря, 16. Дайте мне власть эту, чтобы тот, на кого я возложил руки, получал Духа Святого. 16. Но Петр сказал ему, серебро твое да будет в погибель тебе, потому что ты помысл дар Божий получить за деньги. 17. Нет тебе в этом части и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом. 18. Итак, покайся в этом грехе твоем и молись Богу. 19. Может быть, простится тебе помысл сердца твоего, ибо вижу тебя исполнено в горькой желчи и в узах неправды. 20. Симон же сказал в ответ, помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто и сказано вами. 21. Они же, засвидетельствовав и проповедов Слово Господне, пошли обратно в Иерусалим. 22. И во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие. 23. А Филиппу ангел Господний сказал, встань и иди на юг, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Он встал и пошел. 23. И вот один эфиоп Евнух, вельможа Кандакии, царица эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. 24. Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к этой колеснице. 25. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал, разумеешь ли, что читаешь? 26. Он сказал, как могу разуметь, если кто не наставит меня? 27. И попросил Филиппов зайти и сесть с ним. 28. А место из Писания, которого он читал, было это. 29. Как овца введен был он на заклание, и как ангнест перед стригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих. 30. В унижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит, ибо забирается от земли жизнь его? 31. Емун же сказал Филиппу, прошу тебя сказать, о ком это пророк говорит, о себе ли или о ком другом? 31. Филипп отверз уста свои и, начав от этого места Писания, благовествовал ему об Иисусе. 32. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. 33. И Евну сказал, вот вода, что препятствует мне креститься? 34. Филипп же сказал ему, если веруешь от всего сердца, можно. 35. Он сказал в ответ, верую, что Иисус Христос – Сын Божий. 36. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. 36. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень. 37. И Евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь. 38. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел к Кесарию. 39. Деяния святых апостолов, 9 глава. 40. Саввл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письмо в Дамаск, к синагогам, чтобы кого найдет, следующим этому учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. 41. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно сиял его свет с неба. 41. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, «Саввл, Саввл, что ты гонишь меня?» 42. Он сказал, «Кто ты, Господи?» 42. Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против вражна». 43. Он в трепете и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» 44. И Господь сказал ему, «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надо делать». 45. Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голоса, никого не видя. 45. Саввл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. 46. И повели его за руки и привели в Дамаск. 47. И три дня он не видел, и не ел, и не пил. 48. В Дамаске был один ученик по имени Анания. 49. И Господь в видении сказал ему, «Анания?» 50. Он сказал, «Я, Господи?» 50. Господь же сказал ему, «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, 50. И спроси в Иудином доме торсянина по имени Саввл». 51. Он теперь молится. 52. И видел в видении мужа по имени Анания, пришедшего к нему и возложившего на него руки, чтобы он прозрел. 53. Анания отвечал, «Господи, я слышал от многих об этом человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме! 54. И здесь имеет от первосвященников власть вязать всех призывающих имя Твое!» 54. Но Господь сказал ему, «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами Израилевыми, 55. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое!» 55. Анания пошел и вошел в дом и, возложив на него руки, сказал, «Брат Саввл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, к которым ты шел, послал меня, чтоб ты прозрел и исполнился Святого Духа!» 55. И тот час, как будто чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и встав, крестился, и приняв пищу, укрепился, и был Саввл несколько дней с учениками в Дамаске. 55. И тот час стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он Сын Божий, и все слышавшие дивились и говорили, «Не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя это?» 55. Да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и везти к первосвященникам. 56. А Саввл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. 56. Когда же прошло довольно времени, иудеи решили убить его. 57. Но Саввл узнал об этом в замысле их, а они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. 58. Ученики же ночью, взяв его, спустили по стене в корзине. 58. Саввл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. 59. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, 60. И как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса, и пребывал он с ними, входя и сходя в Иерусалим, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. 61. Говорил так же и состязался с соленистами, а они покушались убить его. 62. Братья, узнав об этом, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс. 63. Церкви же по всей Иудее, Галилея и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхи Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. 63. Случилось, что Петр, обходя всех, пришел к святым, живущим в Лидде. 64. Там нашел одного человека по имени Эней, который уже восемь лет лежал в постели парализованный. 64. Петр сказал ему, Эней, исцеляй тебя, Иисус Христос, встань с постели твоей. 65. И он тотчас встал. 66. И видели его все, живущие в Лидии и в Сароне, которые обратились к Господу. 67. В Иопии была одна ученица по имени Тавифа, что значит «серна». 67. Она была богата добрыми делами и творила много милостыни. 68. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. 69. Ее омыли и положили в горницы. 69. А как Лида была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. 69. Петр, встав, пошел с ними. 70. И когда он прибыл, вели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки и платья, какие делала «серна», живя с ними. 70. Петр выслал всех и, преклонив колени, помолился и, обратившись к телу, сказал «Тавифа, встань!» 71. И она открыла глаза свои и увидела Петра, села. 71. Он подал ей руку, поднял ее и, призвав святых, и вдовицы поставил ее перед ними живой. 72. Это сделалось известным во всей Иопии, и многие уверовали в Господа, и довольно дней пробыл он в Иопии у некого Симона Кожевника. 74. 64. 70. 65.